Действительно, проблемы с большими данными существуют и они делятся на несколько категорий. Первая категория — это проблема безопасности данных, хранения, обеспечения, тем не менее, работа с этими данными в агрегированном виде, и более-менее компании, которые работают на этом рынке, научились решать этот вопрос. В частности, решение состоит в том, что все данные хранятся внутри периметра безопасности тех компаний, которые их собирают, а уже те, которые их обрабатывают, запускают туда свои алгоритмы, обобщают их до того состояния, что они уже более не содержат никаких чувствительных данных и затем пересылают их в свои платформы и уже дальше визуализируют. Вторая проблема главная — это придумать механизм обработки больших данных, который позволял бы их воспринимать. Потому что на то они и большие данные, что они плохо структурированы, и их воспринять невозможно, и, пожалуй, единственный способ их воспринять — это их визуализировать. Визуализация, умная визуализация, аналитическая визуализация, а не просто рисование красивых картинок — это, пожалуй, тоже очень важная проблема. На рынке есть конкуренция, то есть тот, кто лучше визуализирует, тот, кто лучше представит ту характеристику процессов, которые эти данные обозначают, то, соответственно, те компании и победят в этой борьбе. Третий, пожалуй, очень существенный вопрос — это вопрос, связанный с новыми метриками, с новыми подходами в оценке тех явлений, которые описывают эти данные. К ним также, как к обычной статистике, подходить невозможно. Они совершенно по-другому устроены. Они дают вам гораздо больше возможностей, и вы можете сделать то, о чем вы раньше даже и не мечтали. Вот, например, есть тема в корпоративном секторе и вообще. Work life — какое время человек тратит на работу, какое время он тратит на жизнь. Считается, что на работу мы тратим 12% своей жизни, но реально в течение каких-то рабочей недели, рабочего дня рабочий человек тратит гораздо больше. Вот эта проблема очень важна. Ее нужно измерить не только для того, чтобы мы поняли, сколько мы тратим на работу и сколько на жизнь, а чтобы поняли это различного рода бизнес, которые нас обслуживают. И понять, куда идет соотношение, в какую сторону он сдвигается, можно очень легко с помощью больших данных, потому что они фиксируют наше положение, они фиксируют время, в котором мы находимся, они фиксируют наше настроение. И в этом смысле такие неожиданные индикаторы, просто поставленные вопросы не от статистики, а от нашего понимания процесса — работа, жизнь, приверженность месту, продуктивное время в том или ином месте. Вот это все очень легко можно понять, но при этом это нужно придумать, это нужно сформулировать этот вопрос. Постановка вопроса здесь гораздо важнее, чем сами данные. Они абсолютное золото, но из него надо сделать ювелирные изделия. Кто это может сделать? Тот, кто поставит правильный вопрос и создаст правильную метрику. Наконец, можно говорить о том, насколько точны эти большие данные, насколько в них присутствуют информационные шумы, что они реально могут нам сказать. Это на самом деле вопрос тоже очень важный и здесь на него есть несколько ответов. Во-первых, конечно же, само покрытие, объем покрытия настолько велик, что даже если мы отбросим все шумы, которые там существуют, мы откалибруем эти данные по социально-демографическим категориям, учитывая, что люди пожилого возраста меньше, например, пользуются интернетом или там мобильным телефоном и так далее. Тем не менее, даже при этом сжатии вот этот объем информации на несколько порядков превышает объем, который нам позволяет выборка любого социологического вопроса. А с другой стороны, когда речь идет о каких-то возможных допущениях и ошибках, то они действительно есть, но они намного меньше, чем и ущерб от этих ошибок и допущений намного меньше, чем та ценность, которая приносит вообще владение этой информацией. И в данном случае просто нужно привыкнуть к немножко другому подходу. То есть вы получаете такой неожиданный объем информации, причем в очень таком осмысленном виде, и если там и существуют какие-то отдельные ошибки, они не определяют никакой погоды, они не влияют на общее качество результата, и они дают нам возможность автоматизированным образом достигать вот таких невероятных информационных глубин. Пожалуй, единственным способом до сих пор понять вот эти большие данные является способ их визуализации, их можно увидеть. Впервые вот такого рода визуализационные схемы появились на рынке акций на рынке денежном, на биржевом рынке. Когда, если вы принимаете какое-то решение, то поскольку сейчас более 75% всей торговли биржевой осуществляется роботами, алгоритмами, то человеку, индивидуальному, какому-то инвестору, совершенно невозможно в это вникнуть. Решение принимается за миллисекунды и так далее. Это почти невозможно понять и в это невозможно встроиться. Если у вас нету какого-то простого механизма, который позволяет вам увидеть, куда движется рынок, там, в сторону акций, там, каких-то отдельных компаний какого-то сектора или из акций в облигации или так и от крупных компаний к мелким. И для того, чтобы это видел инвестор, который не обладает этими алгоритмами, вот придумана система визуализации. Это очень простая визуализация с помощью различного рода диаграмм, схем, ландшафтных схем, схем ландшафтов данных. Они представляются как такие вот цифровые ландшафты. Это все можно уловить. Для города это еще проще, поскольку в городе есть карта, у города есть как бы временная шкала, мы можем понять, когда какая информация появляется. И первое, что мы делаем, мы визуализируем эти данные. Это одна из проблем качественной визуализации данных. Первая проблема — это проблема тщательного хранения этих данных, обеспечения нераскрываемости чувствительной информации, но при этом возможность использовать эти данные в агрегированном виде. Сейчас эта проблема решается. То есть тот, кто отвечает за сохранность, эти данные хранит, но алгоритмы, которые их преобразуют, потом и в обобщенном виде передают в платформу общего пользования, они, собственно, есть алгоритмы очистки и визуализации этих данных. Вот эта проблема решается таким образом. Причем, когда материал визуализационный, визуальный, передается от одного источника в другой, его невозможно преобразовать в исходную цифру или исходную информацию. Он не подвержен реинжинирингу, и таким образом и безопасность сохраняется, и скорость передачи информации увеличивается, и возникает эта визуализационная модель. В данном случае очень важно, чтобы эта модель показывала вам те процессы городские, которые вы раньше не могли даже увидеть. Например, какие-то миграции внутри города, их рисунок, настроение людей. Вы дальше помыслить об этом не могли. Следующая проблема, как мне кажется, очень важная, поскольку с данными все более-менее научились работать, а спрос после того, как появился этот ресурс, на аналитику вырос в десятикратно. То есть они не только эти данные не решили проблемы аналитические прошлого, они поставили новые, гораздо более интересные. Потому что подумать о том, что можно было бы сделать, имея эти данные раньше, мы не могли. А вот теперь мы имеем эти данные, и мы должны придумать то, что называется альтернативную статистику, альтернативные метрики. Что это такое? Например, раньше мы не могли измерить приверженность конкретному месту. Люди любят в него ходить, они о нем пишут, они в нем тратят деньги, бывают и так далее. Есть такое по-английски выражение place attachment, то есть люди приходят и хотят там каким-то образом находиться, и это отличается, например, от узнаваемости места. Есть place visibility, то есть место может быть очень узнаваемым, очень ярким, но туда совершенно не хочется быть, и там оно слабо-транзитное. Ну, например, там Тайм-сквер в Нью-Йорке, там только туристы туда местные вообще не ходят, оно транзитное, его все знают во всем мире. А есть какие-то маленькие небольшие квартальчики, которые любимы конкретной категории людей, они там появляются и к ним привязаны. Очень интересная вещь существует сейчас метрика, которая называется dual time, то есть это время, проведенное в конкретном месте человеком с некоторой пользой. В основном этим интересуются, например, аэропорты, поскольку основной их доход идет не от платы за посадку авиакомпаниями, это порядка 20-25%, а остальное — это вот все, что за пределами. Это еда, это парковки, это гостиницы, и это вся прилегающая территория, которая им принадлежит. Там и общественный транспорт, и стоянки такси, и какие-то логистические компании, и склады. И им, конечно, важно, чтобы человек, у которого есть деньги, который может принести доход с этой территории, чтобы он оставался как можно дольше там, чтобы он желательно не уехал, не сел такси и не сразу уехал, а чтобы он там поел, остановился в гостинице, может быть, там поработал, может даже снял там квартиру на время, пока он приехал в этот город и так далее. И вот сейчас такие проекты сделают крупные аэропорты мира типа там Хитроу, JFK, это Джон Кеннеди, в Нью-Йорке, в Торонто. Они пытаются вот эту вот абсолютно странную территорию вокруг себя, которая представляет собой такие охвости разных терминалов, логистических компаний, каких-то автобусных остановок и так далее, и пустырей, преобразовать в нормальную городскую среду. И единственным индикатором для них, чтобы померить, насколько эта политика и эта городостроительная политика в отношении этих территорий реализуется, это вот измерить время, сколько там находится человек, какой человек, с какой пользой, сколько он тратит там денег, тратит ли вообще. И вот этот весь комплекс индикаторов, который вот так описывается, как время, проведенное в этом месте, он чрезвычайно важен именно для того, чтобы оценить экономический эффект от проводимых преобразований. Так что вот такого рода индикаторы, они умножаются с каждой попыткой проанализировать какой-то новый сектор. И собственно есть еще одна интересная особенность, и это тоже некоторые проблемы. Такого рода альтернативная статистика может быть вообще единственным источником данных в странах развивающихся, там где нет вообще никакой государственной статистики. Если мы здесь говорим, что вот государственная статистика отстает на год, или на два, она очень грубая, мы ей пользоваться для анализа какой-то динамики городской среды не можем, то в развивающих странах там и то и нет. В каком-нибудь Нигерии или в Чаде там и нормальной статистики в принципе не существует. Или если существует, она настолько ангажированная и настолько неточна, что ей пользоваться невозможно. Но то, что там точно существует, там существуют мобильные телефоны практически у всех, и это фантастический ресурс для того, чтобы понять очень много об этом городе и об этих людях. Например, в контракте на мобильный телефон есть возраст, есть пол, есть страна происхождения. Если по траектории движения можно понять, ездит ли человек на индивидуальном автомобиле, идет ли он пешком, пользуется ли он общественным транспортом. По тарифу можно примерно прикинуть, какой у него доход, пользуется ли он интернет-трафиком, не пользуется и так далее. Это все перепроверяется, это все не обязательно так просто, как я говорю, потому что есть способы это перепроверить, сделать какую-то реальную выборку, которая нам покажет эти данные во всей частоте этих данных. И дальше уже мы можем по сути дела создать систему альтернативных индикаторов, которые нам покажут и социально-демографические параметры населения, и концентрации населения, и сделать прекрасный прогноз движения дорожного, и понять ценности населения через социальные сети, которыми они также пользуются коммерческие ценности, культурные ценности, их ожидания. Таким образом эти страны перепрыгивают тот сложный этап с обычной статистикой, которой пользовались начиная с конца 19 века, весь 20 и начало 21 века. У них ее не было, а вот сейчас у них появляется совершенно другая статистика, другие источники информации, и в известной степени более надежная, и более гранулированная, которая намного больше имеет смысла для тех организаций, которые занимаются, в частности, развитием этих стран. Делают там проекты для международных финансовых организаций и так далее. Они все страдают без нормальной информации, им нужно посчитать доходность для инвестиций, они этого сделать не могут, а тут оказывается, что вот есть такие фантастические источники. Но помимо этого есть, естественно, там сенсоры, Wi-Fi точки, есть космические снимки. Это все вот та же самая спонтанная информация, которая укладывается в большие платформы и дает нам очень хорошие индикаторы.